Сейчас идет, на мой взгляд, какая-то такая дискредитация Навального, даже, казалось бы, в кругах тех людей, которые и создали этого Навального. То есть в средствах массовой информации западных появляются уже осуждающие статьи. Они там говорят, вот он такой нехороший, он поднимал тост за холохоз, вот тут-то он неправильно себя повел, это он неправильно сделал. Потом вчера увидела интервью его с Ксенией Собчак на телеканале «Дождь», ну, может быть, месячной давности, может быть, новая, я не знаю. Но там она его тоже так достаточно сильно на него давила и ставила в неудобное положение. Вот что это? Его, выражаясь современным сленгом, пытаются слить? Нет, его никто никогда не сольет. У него абсолютное прикрытие от Соединенных Штатов Америки, он может делать все, что угодно. Вот другого бы кандидата уже сняли. Имущество за рубежом, фирма за рубежом, нарушение правил агитации, деньги неправильно осваивает в процессе выборов. Это вообще автоматическое снятие любого кандидата было до этого, ну, просто автоматическое. Ну, ему все это, он может, в принципе, еще раз говорю, делать все, что хочет. Он абсолютно прикрыт в плане участия в выборах. Нет, я не насчет выборов. Я вообще, в принципе, с политической арены. Может быть, они поняли, что с Навальным, но это вообще гиблый вариант, и вот кого-то другого поставят более... А Навальный никогда не был главной проходной пешкой. Нет. Вот смотрите, кто была главная фигура альтернативы Путину у американцев? Их же не интересует мелочев. В ранние годы 2000-е альтернатива Путину была кто? Касьянов. Вообще-то председатель правительства. Человек, имеющий опыт государства управления. У них это не получилось. Русский народ не схавал. А они же его раскручивали и поддерживали. И фигура, которую сегодня американцы выставят, это не будет фигура Навального. Навальный, еще раз говорю, это полевой работник. Да, он высочайшего статуса, генеральское звание в американской иерархии защиты. Но он полевой работник. Его задача сформировать ложное отличение сил. Главный работник будет из действующей власти. У них там агентов сколько угодно. То есть, главная проходная антипутинская фигура будет из действующей власти. Я не могу сейчас назвать фамилию, потому что они, может, даже сами еще не решили. У них там выбор большой. У них десятки людей, которые не могут выбрать. Но это будет действующий кто-то из действующей власти. Из высокопоставленных чиновников. Министров, вице-премьеров, не знаю. И задача Навального, просто это некое такое политическое пушечное мясо, прикрыть главные фигуры, которые будут выдвигаться на смену Путину. И на альтернативу ему. В том числе, кстати, и через технологию военного и государственного переворота, которые они опробовали в Египте. То есть, для них это вполне в русле демократии, как мы узнали. Снайперы на крышах у нас будут? При такой динамике событий. Страна Россия гигантская страна. И ни разу не было, чтобы это не было безболезненно, ликвидация такой страны. Я думаю, что, конечно, будут. Они уже есть. Ну, а те люди, которые американцы в России подготовили, которые сейчас в Сирии воюют. Это же чистые профессиональные убийцы, каратели. Но они в военном смысле подготовленные люди. Они умеют и стрелять. Они умеют командовать. Но у них работа война. Они работают в составе американских подразделений нерегулярных. Но они, естественно, готовятся для России. Понимаете, они в Сирии случайно. А их задача на Россию, на целенность. Они здесь их формировали. А в Сирию их прикомандировали. Просто здесь сейчас не получилось. То есть, их перебросили в Сирию на период сирийских событий. В сирийские события закончатся, как бы они не закончатся, они вернутся обратно в Россию. Это и есть как раз отмороженные карательные части. В войну, например, ведь карателем была не вся гитлеровская машина. Вермахт карательными функциями считалось заниматься это как бы подло. То есть, немецкие солдаты и офицеры воспринимали это как некую подлость. Там была, конечно, эта функция, но подлость. А были специальные части. Из числа подготовленных так называемых националистов или еще кого-то. Были специальные карательные части. И вот у них убить в день 100 человек на одного бойца, это полагался железный крест. То есть, Навальный не попадает под сакральную жертву? Это будет кто-то другой? Ну, я не знаю, может быть и Навальный будет сакральной жертвой. Просто американцам он, имеющий даже высокий статус, он не важен. Но они вообще, да и англичане не очень, они опираются на предателей. Это их технология управления, но они их не любят. То есть, они не воспринимают их как людей, которых надо как-то прикрывать, защищать. То есть, прикрывают их для цели. Они его сейчас прикрывают для цели, разрушения российского государства. То есть, технология такая же, как везде. Вначале политический процесс, выборы, Навальный. Потом процесс террористический, потом процесс карательный, массовый. Вот как сейчас в Сирии, когда жгут детей. И, собственно, потом ликвидация страны. Это технология. И в этой технологии Навальный просто начало этого процесса. Он на самом деле маленькая его часть, но начало. А он им не нужен. Он выполнит свою роль. И после этого его кто-нибудь удавит. Как Березовского. Да, как Березовского. И придут действующие министры с красивыми лицами, которые скажут, вот мы вынуждены принять эти решения ради русского народа. Российского народа, скажем. Это технология конкурентной борьбы. Вы же никогда не задумаетесь, мы с вами, почему на войну мобилизуются миллионы солдат, огромный потенциал. Что такое война? Это тяжелейшее напряжение сил. Ну зачем тяжелейше напрягаться, если можно держать там тысячу-две агентов, и они проблему стоимости гигантской напряжения решат там в сто раз легче и спокойнее. Путем ликвидации системы власти, устраивания революции, что мы сейчас наблюдаем по всему миру. И через эту технологию решения. Это обычная технология конкурентной борьбы. И Россия в ней слаба. Вот в военной компоненте сильна, а в этой компоненте слаба. Ну, у любого человека слабые и сильные стороны. У нации тоже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok